Дом культуры СССР Выставка, приуроченная к столетию Советского Союза, открылась в самом сердце столицы. Михаил Пришвин, главная книга о жизни и творчестве русского писателя, расскажет масштабный выставочный проект. Столетие Бурятии. Глава Республики отменил концерт в Кремлевском дворце в пользу спецоперации. А теперь подробнее об этих и других новостях. Государственный музейно-выставочный центр РосИЗО представил новый межмузейный проект ДК СССР, посвященный столетию со дня образования Советского Союза. Подробнее об экспозиции, объединившей восемь главных видов искусства, в следующем сюжете. Выставочный проект ДК СССР представил посетителям гармоничное сочетание восьми видов искусства советского периода. Здесь, в одном пространстве, смогли объединиться архитектура, живопись, скульптура, графика, кино, театр, музыка и фотография. Среди художников выставки – Кузьма Петров-Водкин, Кадимир Малевич, Александр Дейнека и другие. Театральный раздел мы начали формировать пять месяцев назад, в начале сентября. Это, конечно, достаточно короткие сроки, но, тем не менее, за это время мы успели набрать поистине уникальные экспонаты. Одни из самых ярких, одни из самых дорогих, ценных экспонатов Бахрушинского музея, например. Например, эскиз Сергея Зинштейна, костюмы для спектакля «Принцесса Турандот». Наконец, костюм Фигаро, знаменитый костюм Фигаро для Андрея Миронова. Выставочный проект ДК СССР впервые представил редкие и необычные экспонаты. Среди них оригинальные эскизы проектов «Мавзолея Владимира Ленина» из Российского государственного архива социально-политической истории, а также часть мозаик Надежды Ходосевич-Лежея. А в разделе «Театр» посетители могут увидеть один из самых масштабных экспонатов на всей выставке – нос корабля из спектакля «Янона и Авось». Этот корабль помнит премьеру 1981 года, помнит блестящие гастроли в Париже, на Бродвее. Он много лет участвовал в спектакле. Теперь он хранится в театре как реликвия, как память о первой версии этого спектакля, который сейчас идет и продолжает идти. И на нашей выставке он символизирует собой зрительский ажиотаж. В отдельном зале «Манежа» посетители, наблюдая архивную видеохронику, смогли услышать музыкальную композицию, которая специально для выставки была написана композитором Алексеем Ретинским. Он же стал и куратором раздела, посвященного развитию советской звуковой культуры. В своем сочинении я хотел обобщить весь этот опыт, весь этот букет, как будто бы собрать в единый пучок. И показать всю многогранность, противоречивость этой эпохи, из которой все мы выросли. До 28 февраля у всех ценителей прекрасного есть возможность окунуться в атмосферу советской жизни в центральном выставочном зале «Манеж». Для кого-то это повод вспомнить детство или юношеские годы, а для кого-то узнать, чем была наполнена реальность их родителей. Добро пожаловать в ДК СССР. Чем удивит и о чем расскажет масштабная выставка «Михаил Пришвин. Главная книга». В феврале исполняется 150 лет со дня рождения писателя, который в своих записях откликался на все события, происходящие в стране и в мире. Какие именно, узнаем из репортажа моей коллеги Альбики Ильясовой. «Моя жизнь прошла как поэма. Создавалась трудно, рискованно, но под конец вышла и все в ней оправдалось». Эти слова Михаила Пришвина предваряют масштабный выставочный проект, приуроченный к 150-летию со дня рождения писателя. Название экспозиции «Главная книга» заключает в себе несколько смысловых уровней. Это и дневник, который Пришвин считал своим главным творением, и книга природы, которую он неустанно изучал, и выстроенная им собственная жизнь. Вот этот огромный текст, который занимает десятки тысяч страниц, совершенно по-новому высветил и те тексты художественные, которые были опубликованы, и биографию Пришвина. И это и есть тот магический кристалл, из которого вырастает наша выставка. Это новый Пришвин. Это Пришвин-свидетель эпохи. Современники знали Пришвина как тонкого художника-натуралиста. Потомки же открыли для себя его неповторимые дневники, которые Пришвин вел на протяжении полувека, с 1905 года и до последних дней. Он вобрал в себя все ключевые события общественно-политической, культурной и духовной жизни одного из самых бурных периодов отечественной истории – от революции 1905 года до смерти Сталина в 1953 году. Первый том дневников вышел в 1991, а последний – 18-й в 2017 году. Пришвин никогда ничего не выдумывал. Он всегда был сторонником, и философски это отстаивал, разработал особую эстетику. Он был сторонником литературы случая, а не литературы события. И поэтому все, что мы находим в детских рассказах, охотничьих рассказах, где угодно, это все то, что он непосредственно реально когда-то наблюдал, видел и так далее. Вот это очень важный момент. Поэтому этот зал у нас так и выстраивается, как зал, посвященный с одной стороны художественному миру и источникам этого художественного мира. Уникальное содержание дневников позволило взглянуть на Пришвина как на крупнейшего русского мыслителя, публициста и философа своего времени. Однако наряду с писательством неотъемлемой составляющей познания окружающей жизни было фотографирование. С 1925 года и до последних дней фотография постоянно сопутствовала его художественному творчеству. За три десятилетия Пришвином были сделаны тысячи снимков. Экспозиция ознакомит не только с личными вещами Михаила Пришвина, но и с текстами писателя, в которые можно погрузиться благодаря интересным арт-объектам. Например, здесь можно увидеть инсталляцию, воссоздающую рощу. Кору деревьев образуют тексты писателя, а через глазки стволов видны Пришвинские макросъемки. Выставка «Главная книга» ждет посетителей до 25 июня в стенах Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Альбика Ильясова специально для телеканала «Русский мир». Пятый международный конкурс «Расскажи миру о своей родине» приглашает к участию как детей, так и взрослых. О номинациях и условиях патриотического проекта расскажет мой коллега Равид Гор. Международный конкурс «Расскажи миру о своей родине» уже в пятый раз объединяет детей и взрослых со всего мира. Проект реализуется инновационным центром развития и воспитания детей и молодежи совместно с Комитетом Госудумы по вопросам семьи, женщин и детей. За прошедшие годы в нем приняли участие более 6 тысяч человек из 88 регионов России и 42 зарубежных стран. Согласно правилам, конкурсанты выбирают наиболее интересные для себя моменты из жизни своей страны и повествуют о них с отечественникам и сверстникам за рубежом в формате авторских видеороликов. Тематика конкурса никак не ограничена. И дети рассказывают то, чем они гордятся, чем они дышат. Что они хотят рассказать о своей родине. Кто-то рассказывает о чем-то великом. Это русские классики, русский балет, это, конечно же, освоение космоса. А кто-то рассказывает о своей деревне, как они катаются на санках, пекут пирожки, бузы, блины, собирают ягоды, грибы. То есть что-то очень-очень простое и домашнее. Конкурс «Расскажи миру о своей родине» направлен на патриотическое воспитание детей и молодежи, на формирование дружественных международных связей между подрастающими поколениями разных стран и развитие Института народной дипломатии. У конкурса «Расскажи миру о своей родине» есть две основные цели. Первое – это чтобы дети научились видеть все хорошее, что их окружает. Научились видеть природу, людей, прекрасные взаимоотношения, школу, что вокруг них. И могли рассказать об этом своим сверстникам за рубежом. То есть рассказать о России такой, какая она есть глазами детей, искренне, вот как они это чувствуют от души. И вторая цель – это мы хотим, чтобы дети всего мира дружили между собой. Поэтому российские дети рассказывают про Россию, дети из других стран рассказывают по другие страны. Таким образом происходят обмены, дети узнают то, какие они есть на самом деле. Организаторы ждут вашей работы в двух номинациях – видеоролик и текстовая страница на двух языках. Подробнее с правилами участия можно ознакомиться на странице конкурса ВКонтакте. Спешите рассказать миру о своей родине. Прием работ на международный конкурс открыт до 20 марта 2023 года. Равид Гор специально для телеканала «Русский мир». Концерт, посвященный столетию Республики Бурятия, который должен был состояться 2 и 3 марта в Государственном Кремлевском дворце, перенесли на неопределенное время, чтобы передать сэкономленные средства бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Подробности – далее. Концерт в Государственном Кремлевском дворце, посвященный столетию Бурятии, не состоится. Глава Республики Алексей Циденов в своем телеграм-канале поставил на голосование вопрос, о том, нужно ли его проводить, когда идет спецоперация на Украине, и мы скорбим по героически павшим воинам. Для ответов он предложил три варианта. Первый – отменить концерт и направить сэкономленные деньги на поддержку наших бойцов, участвующих в спецоперации. Второй – провести концерт, пригласив на него детей и участников СВО, организовать марафон по сбору средств, помощь военнослужащим. И третий – концерт в Кремле отменить, а взамен провести небольшие концерты по районам республики. Судьба мероприятия решалась в течение трех дней. Как сообщил Алексей Циденов, против проведения концерта выступило почти 60% голосовавших. Всего в опросе участвовало более 20 тысяч человек. Деньги за уже купленные билеты будут возвращены, а сэкономленные средства направлены через ОНО содействие в помощь нашим военным на Донбасс. При этом Алексей Циденов заверил – отмена концерта не значит, что мы не отметим столетие нашей республики. В Бурятии в течение года будут проходить культурные массовые мероприятия, посвященные юбилею родной земли. Напомним, в 2023 году исполняется 100 лет со дня образования Бурят-Монгольской АССР, которая была основана 30 мая 1923 года. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране-городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok